всем привет друзья вы на канале семи жуковых сегодня решила вас поставить аккуратненько в шкафчик где у нас хранится хлеб буду сейчас разливать супчик приготовила суп легенький такой с макаронами и с курочкой и компотик все больше времени на что пока что не хватает потому что с утра вы знаете мы делаем уроки и только с утра но и в обед и вечером и допоздна так буду разливать супчик деньги такие тяжелые сейчас правда да смотрю блогеров все по устали так уже а сегодня надя в окно выглядывает я на улице была она говорит мама мы будем еще до 25 мая сидеть дома но это оказалось пока что ложная информация но может быть и еще и будем сидеть саша на улице у нас возятся не знаю будет кушать или нет он утра доел борщик обычно если он покушал так плотненько утром он уже на обед не придет все на полдник может быть либо уже община уже сейчас поставила вас другой шкафчик как это без бульона как это можно суп без бульона кушать ну ладно сцена не хочешь и курицу не любит дима тоже заскочил на кухню ладно я сейчас уберу подожди дима заскочил в кухню говорит мама ты только лук и приправу туда ничего не пускай я говорю ну возьми тарелку набери с крана водички и хлеба и сиди не любят ничего чтобы я там ну как-то приправки морковку крит самое главное не пускай ладно на морковку не стала пускать но лук и приправу пустила так еще нужно налить компотик тут у нас отдельные под компот стаканы отдельные ну вернее эти под напитки отдельно стоят стаканчики и кружки подожди сына что тебе убрать и закупать будешь надо пересолировать как это просто макать нужно кушать ну ладно выtar как это вообще膽и красиво просто мне удобно вроде как будто-то нужно сцена этоisti В общем, не все ребята дома сейчас. Кто дома, тот кушает. Кого нету, те попозже немножко. Просто на тренировку ребята убежали. Надя еще не ходила на тренировку. Если много слишком уроков, то все, уже только там. Немножко по ограде, может быть, выйдут, погуляют и все. Но мальчишки так как управили, все время у нас 2 часа почти. Поэтому они побежали. Надя, наверное, еще не все сделала, да? Вот, поэтому садимся обедать. Всем приятного аппетита. Пошла вещи. Повешаю на веревке. Вчера сняли все постельное. Будем сегодня все перестирывать. Хорошо, что погода позволяет. Быстро высохнет. Так, Лиза вышла на улицу. Санька, Ваня, не хочешь ни в какую? Но он уже гулял сегодня с утра. Папа у нас прибирается, продолжает там навесик, закуточек. Не знаю, навесик, короче, вот. Там у нас всякий бутер был. Но сейчас немножко очистили. Выставили на продажу колеса. Морда у нас вот такая вот здесь от машины. Ну, по-моему, мы тоже покупали ее. Или это у нас стояло, и мы другую купили, не помню. Потом вот еще стекло у нас от старой машины есть. Все выставили на продажу. Не знаю, может быть, кто-нибудь купит. Но все-таки здесь валяться не будут эти вещи. Может быть, сейчас сюда самокаты эти, да всякие, велики, все это. А, Саш, ты куда уже колеса делал? Унес под дом. Ага. Что, никто не покупает? Не звонит, ничего? Все, тишина. Ну, сколько места освободилось? Много. Что, забрались вчера? Ну, теперь велики сюда поставим. Ага. Нет? Велики уже не везут. В общем, поехали мы с Сашей в магазин, съездим здесь в поселке. На заправку, Саша. Немножко развеемся. Хоча, суроки делали, аж голова дымится уже. Выпила таблетку от головы. Я говорю, все, надо немножко развеяться. Продуктов возьмем. Посмотрим, сколько цемент здесь в поселке у нас стоит. Сколько стоит песок. В общем, по ценам надо поузнавать немного. Ну, вот смотрите, у нас все растаяло. Я уже давно здесь не была нигде. Смотрю, что все сухо, уже даже ручьи не бегут. Сейчас травка пойдет. Скоро. Так, на заправку сначала, да? Да. Саша все считает, сидит. Сколько чего надо. Ну, что, другое надо набрать. Ты бы список какой-то составил, али у тебя все в голове, твой компьютер там. Да? Мой компьютер дома стоит. Я уже вообще ничего не запоминаю сейчас с теми уроками. Голова перегружена. Мусора везде валяется. Не знаю, будет субботник, нет какой-нибудь? Такие у нас. Ну, мы сейчас 9 мая делают субботник. Ну, может, все. 1 мая субботник должен быть. Заправили машину, едем в магазин. Тут же в поселке у нас. Ребенок куда-то ходит. Ой, точно один что-то ходит по речке, там ребенок. Это, по-моему, которые живут тут рядом, да? Да. Привыкшие, наверное. Магазин Бобры, дом Бобра. Саша здесь работает сейчас в отпуске, правда. Тоже продавцом в строительном магазине. Вот нам надо в продуктовый сходить и в строительный. Покупаем продукты. Картошку вот. У нас уже давно ее нет. Уже давно покупаем. Тут вроде хорошую привезли. Ну, и вот магазин, где работает Саша. Твой родной магазин. В общем, все, почти купили, кроме цемента и песка. Все почти, кроме цемента и песка. Не, мы купили вот такие маяки. Они, оказывается, тоже нужны. Продукты взяли. Алена набрала семян разных всяких. Ведерко еще взяла, чтобы тесто можно было замешивать. Где-то оно у меня тут стояло, вот видите. Ну, в общем, все стандартно, обычно. Так, ладно, ты обащитая дома. Все раз-завтра это надо будет. И машину надо еще грузовую доставку оформлять. В общем, это уже на завтра все. Сегодня уже что, время-то? Что, сколько все время? Без десяти шесть. Без десяти шесть поздно уже все. Едем домой. Пока Саша понес там свои маяки, покажу вам, что взяла. Тут, правда, у нас не сильно стерильно. Ну, ладно. В общем, горошек взяла. Подсолнечник. Тут он не один, тут еще и стыква, по-моему, одну взяла. Это что такое у нас? Так, это горох. Горох. Так, морковка столовая. Ну, в общем, семена те, которые, понимаете, есть в магазине сейчас. В Иркутск сильно не выскочишь тоже. Поэтому берем то, что есть. Горох. Так, это чистящее средство. Ой, цветы глянула так маленько. Которые не успеем нынче, уже на следующий год. Вот, сделаем редиска. Редиска. Так, огурец взяла. У меня там еще есть семена, я-то думала кое-какие. Поэтому будем смотреть. Цветочки, салат. Еще подсолнечник. Еще огурцы. Цветы. Не знаю, спим нынче нюстым. Огурец. Салат. Еще подсолнечник. Так, ну и тут Сашины перчатки. Перчатки, которыми он все время пользуется. Мне перчатки еще там в машине остались. И таблеточки мне нужны будут. Ну, это, которые под рассаду, да? Посмотрим, может, подсолнечник натыкаю быстренько, чтобы побыстрее они сейчас у нас подросли. Вот, а остальные семена у меня есть дома. Все, что не хватит. Рассаду нам обещали кое-какую дать. Поэтому с рассадой, дай бог, будет у нас все хорошо. Так, продукты надо будет сейчас. Ну вот, позвонил этот человек, который будет помогать нам по маякам. Ай, детки, смотрите, ждут нас. Детки конфетки ждут, когда мама вкусняшки даст. Ну, взяла маленькое мороженое. Мороженое пускай. Полакомиться немножко, устали все. Ой, оно уже почти растаяло. Надо срочно-срочно нести. Ой. Так, ладно, сейчас несу все это домой. Ну, ладно, немножко обзор сделаем, да? Чего купили? Кофе. Вот такой. Ну, в общем, какой был. Там не было того, которого мы обычно берем и покупаем, поэтому взяли этот. А, перчик немного. Это, не знаю, Саша что-то взял. Он любит такие обжаривать. Помидоры. Горошек на салат. Так, тут морковка, апельсины. Не будем вытаскивать, ребята. Давайте сразу уберем. Тут у нас получается 5 булок хлеба и 2 уксуса. Уксус кончился у меня, настряпню. Вот, сейчас уберем. Что-то у нас получается 70-процентный. Дальше. Гвоздика. Барбарис на плод. На приправка. Масло. Обычно берем в Иркутске, но так как сейчас пока никто не едет, перебиться немного. Халву взяли 2 кусочка. Вот по таким кусочкам там нарезано было все взяли. Дальше. Надя, чуть-чуть отодвигай. Яблочки. Это что, убирай? Да, убирай в холодильник. Капустка на салат. Гороховый суп детки захотели. Так, майонез. Тут огурцы. И берем мы молочные вот такие хорошего качества сосиски, сольские. Так, тоже убираем все в холодильник надо. Рыба, минтай. Ну, берем иногда. И вот такие вот, что это получается? Куриные что? Куриные что? И куриные ножки. Тоже очень нравится ребятишкам. Все, сейчас все разложим. И будем мороженое доставать. Ваня дождаться не может. Все. Алиса так смотри. Ты что моя? Замерла так. Сейчас будем кушать. Картошка там еще. Немного, но Саша периодически берет так по пакетчику. Мороженое в морозилке. Пускай подстынет. Оно у нас что-то в машине подтаяло маленько. Давай, вот это тоже в холодильник, потому что там надо хранить. В холодильник на нижнюю полку положи. Завтра гороховый супчик сварим. Нет, суп хочу гороховый. Так, вот это тоже, Надя, надо разложить в холодильник. Морковку, апельсины не надо. Не холодный что-то. Тепленький. Надя, сегодня на тренировке так раскатилась, что поранила себе руку. Да? Покажи Вау свою. Ты заклеилась? Теперь хоть страдай. Ты ногу разодрала себе на бедре. Все зеленкой замазали. Ходит теперь ее как лялечку носит, бедная. Я не могу так. Но пострадала. Хорошо, что не правая рука, а то как бы сейчас уроки делали, да? У меня ее плец. По ангаре бегали, раскатилась, упала. Чек тут еще. Чек не знает, вот это на 3600. Наверное, все. Вход отделит другой чек. Да дай ты ему, Ваня. На что тебе сейчас делить все? Что тебе из этого чека? Вот точно, пополам им порви. Странно, Алиса такая скромная сидит. Даже ничего не просит. Алиса. Ты что это? А все, все, вспомнили. Вспомнили о ней, ну. Теперь давайте, скажи мне все, да? Сейчас, подожди. Так, а вот это надо на улицу морозилку унести. Там у нас на улице еще одна есть морозилка. Там у меня ягоды, сало, мясо, кости уже остались, дикого мяса. Ну, в смысле, кости дикого мяса. Правильно сказала? Да. Да. На улицу принеси. Завяжи. Вот, а здесь дома так зелень лежит в морозилке. Иногда. Ну, мы что-то ее так плохо едим. Я вот накрошила эту зелень. Там укроп, петрушка, лук зеленый. И что, и лежит это все. Но как-то не очень дети любят все это кушать. Лучше свеженькое все. Ну, и вот такая картошка. Не знаю, что тут Саша не досмотрел. Одна маленькая гнилая. Но остальные вроде нормальные. На суп, в принципе, нормально пойдет. А если варить пюрешку, то этого мало будет. Это сразу уйдет все. Пускай пока здесь стоит, потом приберем. Так, все, руки надо помыть. Выкидывайте в эти чеки. Саня, Валя. Ну, теперь мороженое. Ну, теперь мороженое. Это халва, Алиса. Давай попробуем. Ну, это сладенько. Алиса первый раз в жизни кушает халву. Давай попробуй. Да ты попробуй. Это вкусно. Вот когда она что-то не знает, что это, она так себя ведет. На, вот так попробуй. Возьми сама. Семечки такие вкусные. Попробуй. Попробуй сама. Вкусные семечки. Давай. Попробуй. Не надо, только выбрасывай, ладно? Давай попробуй. Ну, открывай ротик. Ну, семечки, Алиса. Попробуй семечку. Ну, ты чего? Не, 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 говорит. На. А что тебе надо? Что ты хочешь? А? Что ты хочешь? О, попробовала. Все незнакомое, скажи, ну, как бы неизвестное, да? Она, ну, боится взять ротик. Вот теперь, смотрите, кушай. Санька уже кушал, да? Мы так-то редко такие как-то вещи покупаем. Обычно то печенье, то какие-нибудь сладости такие обычные. Ну, вот халву у меня, часто мама берет халву, а мы редко берем. О, понравилось, да? Надо брать, скажи, почаще. Да. Так, сейчас мама тебе кусочек даст. Ну-ка. Давай, сама бери. Что-то с ложечки не хочет. Вкусно, Санька, да? Вкусно, тише. Ну вот, распробовала. Ой, ну все, друзья, будем заканчивать этот влог. Время у нас уже 9 часов. Нужно еще смонтировать все это. Так что встретимся с вами, надеюсь, завтра. Всем удачи и пока! Маши, пока. Пока всем. Алис, маши, пока всем. Пока-пока-пока всем. Понравилось тебе, да? Сейчас чайку тебе дам. Еще дайте мне, да? Ну все, пока-пока всем. Субтитры сделал DimaTorzok